В ужасных жилищных условиях, их морили голодом, не оказывали медицинскую помощь, при любых незначительных проступках подвергали жестокому наказанию. Более того, немецко-фашистскими захватчиками осуществлялось порабощение гражданского населения Советского Союза на основе торговых взаимоотношений среди жителей Восточной Пруссии, в ходе которых наши граждане выступали буквально в качестве товара. В преддверии наступления войск Красной Армии в январе 1945-го нацистские каратели, не желая изобличения собственной преступной деятельности, приступили к массовым убийствам всех советских граждан, нуждников лагерей, которые были расположены в Восточной Пруссии, границах современной Калининградской области. В судебных заседаниях были исследованы материалы, которые свидетельствуют об угоне с оккупированных советских территорий, гражданского населения и военнопленных для принудительного труда в Третьем Рейхе и последующего уничтожения. Так, из показаний экспертов и представленных судов документов следует, что общая численность задействованных на принудительных работах в металлургии, сельском хозяйстве, добычных полезных ископаемых, химической, строительной, транспортной отраслях превышала 4,7 миллиона советских гражданских работников и 3,3 миллиона военно-пленных и средов Красной Армии и флота. И потом эти самые натовские страны нам рассказывают о своем технологическом превосходстве, о том, что они просто лучше всех остальных, умнее просто по праву крови. Да потому что они всю жизнь угнетали, потому что они делали это в разных формах. И в виде рабовладения, и работорговли, и в виде эксплуатации в колониях и полуколониях. И потом в виде угона военно-пленных и просто гражданских лиц на работы у себя, на себя, уже в середине века 20-го. При этом на территории Восточной Пруссии в пределах современной границ Калининградской области содержалось свыше 670 тысяч советских граждан и военно-пленных, из которых не менее 211 тысяч были задействованы на принудительных работах и более 114 тысяч уничтожены в газовых камерах, расстреляны, стали жертвами иных бесчеловечных способов умерщвления. Тела измученных насильственным, непосильным трудом и голодом жертв нацисты сжигали в крематориях. Их прах использовали для удобрений сельскохозяйственных угодий. Зафиксирован случай, когда обезглавленные или расстрелянные советские граждане использовались как сырье для производства мыла, изделий из кожи, предметов интерьера. Ну, галантерей и дизайн сделаны из человечной. Вот так вот. Так это было на самом деле. Так это было. Решение Калининградского областного суда еще раз подтверждает масштабы совершенных годов Великой Отечественной войны, преступлений, которые основаны на преступных идеях человека и ненавистничества и расового превосходства. Мы будем продолжать рассказывать об этом, мы будем регулярно это делать на основе фактов и документов. Никто не забыт и ничто не забыто. И вот, кстати, о современных формах сегрегации. Санкционная история вокруг российского спорта и допуска, или, можно сказать, недопуска наших атлетов на международные соревнования не затихает. В условиях, когда, казалось бы, спорт должен использоваться в качестве инструмента развития, укрепления социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения, объединения народов. Он продолжает использоваться в качестве орудия сведения политических счетов. Вот не стал исключением фактически самый популярный вид спорта, футбол. В соответствии с решением бюро от FIFA и исполнительного комитета UEFA российские команды, сборные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Как следствие, наша страна уже пропустила мировые и континентальные первенства по этому виду спорта. На днях на заседании в Гамбурге исполкона UEFA не включил сборную России по футболу в жеребьевку. Она состоится 8 февраля 2024 года в Париже. Речь идет о Лиге наций сезона 24-25. При этом необходимо понимать, что Лига наций станет частью отборочного процесса на чемпионат мира в футболе 26-го года. Соответственно, нынешние действия спортивных функционеров определяют будущее этого спорта на 3 года вперед. Убеждены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране. Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всех, без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям. Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовать на своей территории и принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях и мероприятиях. В следующем году в нашей стране состоится международный мультиспортивный турнир по комбинированным дисциплинам игры будущего. Это 21 февраля, 3 марта 2024 года, Казань. Международное мультиспортивное мероприятие, спортивные игры стран БРИКС, 11-23 июня, тоже Казань. Международное соревнование Всемирной игры Дружбы, 15-29 сентября, Москва и Екатеринбург. И мы будем рады видеть всех спортсменов на этих соревнованиях, которые будут организованы в духе дружбы, взаимопонимания, чистой и честной борьбы. Несколько исторических гуманитарных тем хотелось бы затронуть. 30 ноября в морском порту Магадиша состоялась официальная церемония передачи правительству Федеративной Республики Сомали первой партии российской продовольственной гуманитарной помощи. Это 25 тысяч тонн зерна. Всего планируется направить в Сомали 50 тысяч тонн российского зерна. Это гуманитарная акция. Она реализована в соответствии с указанием президента Российской Федерации. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Сомали, министр портов и морского транспорта, государственный министр иностранных дел международного сотрудничества, ну и также посол, конечно, Российской Федерации в Джибути и спасомместительства в Сомали Михаил Голованов. Сомалийские партнеры выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие и обеспечение продовольственной безопасности своей страны. Еще одна тема. 7 декабря 1988 года земля Древней Армении посекла одно из величайших бедств в ее истории. Случилось страшное десятибальное землетрясение с эпицентром в городе Спитакия. Оно уничтожило множество населенных пунктов, унесло жизни нескольких десятков тысяч граждан. По разным оценкам, в результате стихии оказались разрушены 9 миллионов квадратных метров в жилой площади. Это составило порядка 20% всего жилого фонда республики. Более полумиллиона человек остались без крова. В минуту страшного горя на помощь армянскому народу пришла вся огромная страна, друзья из-за рубежа, включая и армянскую диаспору, конечно. Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил председатель Совета Министр ФССР Николай Иванович Рыжков. Из Москвы вылетели почти 100 высококвалифицированных медиков во главе с министром здравоохранения Советского Союза Евгением Чазовым. Высочайший профессионализм и героизм продемонстрировали трудившиеся на расчистке завалов 20 тысяч солдат и офицеров. Ну и, конечно, особая роль отводилась и была отведена самим себе добровольцами. Из всех союзных республик поступала гуманитарная помощь. Приехали 45 тысяч строителей. В России всегда будут помнить о той катастрофе и воспринимают эту виду армянского народа как свою собственную. Хранят память о благородном жертвенном порыве всего советского народа. И я знаю, что также к этому относятся и в Армении. В соседнем спитаке в городе Гюмри воздвигнут замечательный памятник российского скульптора армянского происхождения Фридриха Сагаяна с высеченной надписью «Жертвы безвинным сердцам милосердным». В эти дни филиалом Российского центра науки и культуры в Гюмри проводится традиционная международная конференция с участием архитекторов-строителей, специалистов в области строительства в сейсмоопасных зонах урбанистов. Тема злободневная. Спитакское землетрясение. Взгляд из прошлого в будущее. Среди целей форума определение наиболее проблемных точек в городской среде и застройки города Гюмри, формирование рекомендаций для их решений с учетом сохраняющихся сейсмических показателей. Они достаточно высоки в этом регионе Армении. Один из уроков спитака — осознание нерушимости, испытанной различными невзгодами и вековой дружбы российского армянского народа. Как бы ни складывалось политическая конъюнктура, наше братское единство преодолеет любые сложности, потому что оно проверено временем. Еще одна дата. Завтра, 7 декабря, исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между нашей страной Республикой Эквитериальная Гвинея. Это произошло в 1968 году. На протяжении более полувека эти отношения носят традиционный дружественный характер, поддерживают свой регулярный политический диалог, контакты на высшем и высоком уровнях. 2 ноября в Москве, напомню, состоялись переговоры президента Российской Федерации с президентом Республики Эквитериальная Гвинея. Он посетил Россию с официальным визитом. В ходе беседы был подразделен обоединенный настрой Москвы и лабы на углубление внешнепрогенческого взаимодействия, поддержание плотной координации на международной арене. Рассмотрены пути активизации взаимовыходного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. Перспективы выхода на реализацию совместных проектов, в том числе в разработке минерального сырья, топливно-энергетическом комплексе, развитии инфраструктуры в этой стране. Напомню, предыдущая встреча президента России со своим коллегой состоялась 24 октября 2019 года на полях первого саммита России Африка в Сочи. В июле 2023 года представительная делегация во главе вице-президентом Республики Эквитериальная Гвинея, которая отвечает за вопросы обороны и государственной безопасности, приняла участие в работе второго саммита России Африка в Санкт-Петербурге. Наши страны выступают с близких позиций в ООН, на других международных площадках. Наши страны введеняют общие взгляды в пользу полицентричной модели мироустройства, неприятия диктата, двойных стандартов в международных отношениях, признание права народов самостоятельно определять в собственном пути развития. Вот это для нас действительно приоритет. В рамках взаимодействия в сфере образования Россия оказывает содействие в АЛАБУ в сфере подготовки национальных кадров. С 1968 года в нашей стране прошли обучение более тысячи специалистов из этого государства. В 2023-2024 учебном году правительством Российской Федерации выделено 30 стипендий для граждан Республики Эквитариальной Гвинеи за счет средств федерального бюджета. В целях развития культурно-гументарных связей с Республикой и укрепления контактов с отечественниками прорабатываются вопросы о регистрации открытия МАЛАБА прихода Русской Православной Церкви. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку этого начинания. Завершаем подготовку к возобновлению диктатического присутствия России в этой стране. Мы убеждены, что предстоящий в скором времени открытие российского посольства в МАЛАБА придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего взаимодействия между нашими государствами. Мы пользуясь случаем, желаю народу эквитариальной Гвинеи успехов, процветания и всяческого благополучия. 12 декабря Республика Кения отмечает 60-ю годовщину о произглашении независимости. За эти годы страна добила серьезных успехов в деле государственного строительства и экономического развития. Сегодня Кения активно участвует в жизни африканского общества, в деятельности общеконтинентальных субрегиональных объединений. Участвует и в регулировании конфликтов и продвижении интеграционных процессов. Мы искренне поздравляем всех кенийцев с этой знаменательной датой. 14 декабря исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. На протяжении 60-летий Москва и Найробия поддерживают традиционно дружные связи. Они основаны на принципах взаимного уважения. Ведется обойдополезный политический диалог. В мае на Найробии с рабочим визитом, напомню, посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе поездки состоялись его обстоятельные беседы с президентом Кении, представителем национального собрания, а также консультация по линии внешнеполитических ведомств. Развивается заинтересованное взаимодействие в различных сферах, ведется подготовка к созданию двусторонней межправкомиссии. В текущем году объединенная химическая компания Уралхим поставила в Кению гуманитарную партию удобрений, объем 34 тысячи тонн. В Москве готовы и далее вместе с партнерами работать над дальнейшим развитием двусторонних отношений и наращиванием взаимовыгонного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях на благо народов наших стран. И я готова ответить на ваши вопросы с нами ли журнал «Международная жизнь». Да, Марина Владимировна, добрый день. На днях генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину даже вопреки позиции отдельных стран. Вот как бы вы такую информацию могли прокомментировать? Еще раз, извините, пожалуйста. Столтенберг на днях заявил, что даже несмотря на отрицательное отношение ряда стран Альянса к оказанию помощи Украине, все равно помощь будет оказываться. Вот как бы это прокомментировали? Вы понимаете, в чем дело? Все-таки генсек этой организации, наверное, любой другой руководитель международной структуры, я имею в виду руководитель секретариата, должен основываться на каком-то коллегиальном мнении, который формируется на равной основе, когда страны обсуждают, высказывают свои точки зрения. Здесь ровно противоположны. И это еще одно доказательство тому. От кого говорит? От чьего имени говорит Столтенберг? Мы прекрасно знаем, как подбираются кандидатуры и кем они утверждаются на должность генсекретаря НАТО. Главное действующее лицо — это Соединенные Штаты Америки. Это их креатура. Как вы понимаете, сам генсек фигурен самостоятельный, он обложен замами своими, которые представляют в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Они не возглавляют эту организацию, но играют ведущую роль. Это всегда тяжеловесы американской внешней политики и военно-дипломатической сферы. И они играют роль таких не серых даже, а очень даже ярких кардиналов внутри организации. Но все-таки, несмотря на то, что мы понимаем, как это все организованно и устроено, говорить-то нужно на основе какого-то консолидированного мнения. Я не помню, чтобы сейчас проходило какое-то обсуждение внутри Альянса, которое бы нам всем показали на каком-то достаточно высоком уровне с подобным вопросом. А что делать дальше с этим англосаксонским проектом? Ведь это проект не НАТОвских всех стран. Это проект, который использует НАТО, это проект англосаксонский, который использует НАТО в качестве координатора по подключению ресурсов стран-членов к гибридной войне против нашей стороны руками киевского режима. От чьего имени говорит Стоутенберг? Если он говорит от имени США, надо тогда прибавлять, что он это делает по указанию и по поручению своего зама американца. Или непосредственно из Вашингтона пришло указание. Но это же не может длиться вот столько времени. Это игра, которую все понимают, кто за кем стоит и какие роли выполняет. В принципе, такая же история и с Европейским Союзом, с Еврокомиссией. Столько спикеров, столько людей. Все говорят разное. Никто, главное, не отталкивается от какой-то выработанной странами общей платформы. Кто в лес, кто под рова? Когда это необходимо, им вот эта диверсификация взглядов? Когда она случается внезапно, просто от незнания и непонимания ситуации? Но это все просто уже переходит к границе разумного. Другое дело, что мы, безусловно, видим, что тенденция, задаваемая Штатами, я имею в виду нынешним режимом в Белом доме, она тоже очевидна. Они не скрывают. Им нужно, так сказать, наращивать усилия в противодействии нашей стране. Они требуют денег, они требуют полномочий. Они все хотят, они им всего мало, им нужно еще. Почему? Потому что они поставили на кон свое мировое ареноме. Они Америку поставили в заложники амбиции вот этой самой либерально-демократической партии США. И что теперь? А на кону выборы через год президента США? И ведь нужно что-то продемонстрировать. Поэтому из Толтенберга все время заставляют делать подобные заявления, как бы показывая сплоченность рядов НАТО. А там никогда их не было. Была палочная дисциплина. Просто никогда внутри НАТО. Уже последние, ну, я не знаю, десятилетия точно никто никого на равных и не воспринимал. Поэтому еще раз, НАТО это не про демократию, это про жесткую, блоковую, уже не дисциплину, а диктатуру. Все это предполагает безоговорочное выполнение директив из Вашингтона. Ну, соответственно, нет оружия у стран-членов, нет больше возможности финансово прямо помогать. Значит, требуют генераторы, одеяла, еду. Несите все, что есть, несите все, что осталось. Обещайте, что принесете еще. Вот какая идеология. А если этого нет, делитесь разведданными. Ну, вот буквально так, понимаете. Ставьте не один флажок на стол Украины, а два. Ну, вот вы будете смеяться, вы считаете, что я утрирую. Это не так. Это правда. Это до такой степени. Ведь за этим совсем еще стоят мощнейшие пиар-компании. Я в данном случае имею в виду именно структуры, которым нужно поддерживать вот эту вот, как бы, результативность своих усилий. Понимаете, деньги колоссально отрабатывают. Поэтому для НАТО важно всех вовлечь поддержку англосаксонского проекта. Поэтому, вот, мне кажется, так и надо к этому относиться. С одной стороны, как к агрессивной политике, потому что мы понимаем, НАТО это инструмент, через который США и Британия хотят добиться поражения нашей страны, будут делать для этого все возможное. С другой стороны, это часть такой мощной информационно-политической кампании, потому что не отражает мнение народов тех стран, которые входят в НАТО. Их просто никто не спрашивает. Несмотря на то, что у стран Альянса уже исчерпаны запасы вооружений, уже на нуле финансовые возможности, уже нарастает социально-экономическая напряженность, связанная с непомерными, а на самом деле преступными тратами на поддержку киевского режима, все это не в счет. Нужна постоянная вот эта одна и та же нота в поддержку проводимого США-курса. Спасибо большое. Еще один вопрос. На прошлой неделе в информационном и общественном пространстве Молдавии широкий резонанс получила история с отказом местных властей отдать воинские почести, ветераны Великой Отечественной войны и кавалеру высшей, кстати, в Молдавской Нагороды Павлу Блокову. Как бы вы эту ситуацию прокомментировали? Вы знаете, я помню сказка Андерсона Соловей, когда принцесса узнала, что Роза и Соловей настоящие, она так и сказала, фи, они же настоящие. Вот на словах они все за антифашизм, за, так сказать, порицание Гитлера против Третьего Рейха, когда они видят реальных, настоящих борцов с Третьим Рейхом, с фашизмом, нацизмом, с Гитлером, с гитлеровцами, они говорят, фи, они же настоящие. И аплодируют неонацистам. Но они правда говорят, что они аплодируют не неонацистам, они аплодируют тем, кто ненавидит Россию, объясняют нам тех, кто исповедует эту логику. Коллективный Запад, понимаете? А Майя Санду имя и назначено, она приведена к власти специально для того, чтобы ненавидеть Россию. И специально, чтобы делать это при помощи, в общем, подведенного под нее инструментария. Ее основная задача научить людей, которые никогда не испытывали ненависти, ни к русским, ни к другим, научить их ненавидеть, научить их ненависти к России и ее народу. У нее это плохо получается, потому что народ Молдавии знает ей цену. Цена Майя Санду — румынский паспорт. И все. Гвардии полковник Павел Васильевич Гладко был участником Сталинградской и Курской битвы, кавалером трех орденов Великой Отечественной войны, ордена Красной Звезды. Он скончался в Кишиневе на 103-м году жизни. И мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Церемония прощания с ним 30 ноября была поистине народной. Пришли представители ветеранских организаций, общественных и политических объединений, дипломатического корпуса, неравнодушные жители Молдавии. Они отдали дань памяти и уважения его родному подвигу. Да, среди них не было ни одного представителя молдавского руководства. Несмотря на то, что Павлу Гладкову, как кавалеру ордена республики, высшей награды, высшей государственной награды Молдавии, была положена траунерная церемония в Центральном доме национальной армии. Его родственникам в ней было отказано. Ну правильно, умер бы Гунька. Мне кажется, Санду его похоронила бы второй раз после Канады. Она бы просто попросила, чтобы ей дали это сделать, чтобы выслужиться и прогнуться еще. Пригнорировали представителей режима Санду и просьбы о выделении салютной команды. Я еще раз хочу сказать, вот это внутреннее и ярко проявляющееся сопротивление народа Молдавии и тому, что ему навязывают, вызывает искреннее уважение по-человечески. Мы же видим, как многие прогибаются, как многие обманываются, потому что рады обманываться. Мы видим, как многих изощренно обманывают, но меня поражают, меня буквально поражают наши молдавские братья и сестры, которые не дают с собой этого сделать. Это урок всем, и в том числе нам, как можно и нужно сопротивляться этому беспредельному лицемерию, этой лжи, этой извращенной исторической, я не знаю, псевдореальности. Как можно и нужно бороться не за себя, а за своих детей, за будущее поколение. У современного молдавского руководства какое оно, правда, руководство? Режим это, настоящий режим. У него свои герои. Все помнят, как в 18-м году моя Санду, бывшая тогда представителем партии, действие солидарно, заявила в телеэфире, что считает румынского диктатора, маршала Антонеску из, это прямая цитата из Санду, исторической личностью, которой можно сказать и хорошее, и плохое. Что же она про историческую личность, про которую ее предки сказали хорошее, ничего хорошего сказать не может? Потому что эти факты, наверное, подтверждают власти республики, нынешние власти, нынешний режим ведут отрытое наступление на память о Великой Отечественной войне, пытаются переписать историю, содействуют героризации румынских нацистов, отбирают последнее у народа Молдавии, язык отняли. Сейчас все граждане Молдавии, как я уже сказала, знают свою историю, они духом сильны. Они помнят Великую Отечественную войну, кто по рассказам своих родственников, кто жив еще и помнит, кто просто книги читает, которые еще не запрещены там. Они помнят о зверствах нацистов, о героических боях Красной Армии и освобождении родной земли, читают подвиг героев, которые проливали кровь и отдавали жизнь за победу. Таких героев, как Павел Васильевич Гладков, светлая ему память. Так, с нами Лирия Новости. Здравствуйте. Мария Владимировна, как бы вы могли прокомментировать появившееся в СМИ сообщение о том, что британские дипломаты готовятся оказать давление на Киев, чтобы он сел за стол переговоров с Москвой? Вы знаете, я даже не представляю, о каком таком столе переговоров идет речь, учитывая, что этот самый переговорный столб именно власти Британии, именно британские дипломаты выбили из-под рук киевских переговорщиков тогда, в 22-м году. Как теперь говорят представители самого киевского режима, вспомните интервью Арахами, это прямая цитата, прямая речь, это официальное интервью, которое не было дезавуировано, о том, как Борис Джонсон уговаривал, и таки уговорил киевский режим прекратить переговоры с российской стороной. Комментировать некие утечки без приведения конкретных имен достаточно сложно. Если у этой информации появится какой-то автор в виде, собственно говоря, спикера или официального, может, неофициального лица, тогда будет легче. Но позиция Британии и США очевидна. Это запрет киевскому режиму на ведение переговоров, закрепление на законодательном уровне и, так сказать, использование киевского режима для борьбы с Россией. Возможно, подобными утечками, еще раз говорю, я не знаю, откуда они, я не видела никого, и кто это бы подтвердил публично, но, возможно, подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие, как бы, заявленные миротворцы. Но, еще раз, для того, чтобы такая идеология не то, чтобы восторжествовала, а просто имела бы право на существование, нужно, во-первых, говорить об этом открыто, во-вторых, подтверждать это делами. Пока делами подтверждено обратное, а именно запрет и всяческие ухищрения по тому, как отговорить киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией. Ну и потом мы же видим, собственно говоря, официальные действия Лондона, а они заключаются в том, чтобы наращивать поставки вооружения киевскому режиму, наращивать антироссийские санкции, заставлять других принимать эти самые санкционные пакеты, ну и так далее, и так далее. И всячески...